ребятки всем привет с вами Вика и посмотрите какая у нас сегодня радость спустя три недели вышло наконец-то солнышко которого мы так долго ждали в Германии я надеюсь оно подольше у нас задержится сразу настроение какое-то другое ну правда я сегодня весь день работала и провела в здании но я без конца выглядывала в окно выходила на улицу в общем чтобы хоть немножечко побаловать себя солнышком вот еду домой уставшая но еще с планами приготовить сегодня плов не знаю я купила очень много моркови теперь мне нужно ее переработать вот так сейчас мы с вами проедем здесь опасный участок дороги вот спасибо всем кто написал слова поддержки особенно спасибо тем кто сказали Вика нам сейчас тем также плохо вы знаете вам плохо мне стало хорошо что вам плохо как бы иронично это не звучало но я чувствую себя не одна теперь такой ситуации что какая-то депрессия какая-то аббатия ко всему и чувство вины что я ничем не занимаюсь что я ничего не делаю никуда не двигаюсь в основном меня это сейчас беспокоит просто нужно наверное расслабиться или пару дней как бы но остановиться сделать передышку пауза я не знаю и не винить себя в том что я набрала себе дел и их не делаю то есть не ругать тебя за это вот как только я так подумала я расслабилась и как бы вечерами я теперь никуда не хожу никуда не несусь я спокойно приготовлю ужин мы поужинали и я смотрю какое-нибудь кино просто наслаждаюсь темнотой можно сказать вот подумала так что ну сейчас же все равно скоро наступит весна начнется дача и мне некогда будет смотреть фильмы там заниматься каким-нибудь расслабляющим не знаю каким-то занятием да все равно будет скоро весна и будет работа и будет светло на улице и будет всем хорошо вот а сегодня так вообще солнышко вышло и знаете как я только так подумала расслабилась вышло солнышко вот теперь хочешь не хочешь нужно чем-то заниматься правильно вот так что спасибо вам большое за слова поддержки вот что еще хотела вам сказать пока еду домой у леона сейчас практика в школе расскажу как у нас дела просто да на себя камеру не пока себя не показываю хорошо выгляжу но просто сейчас солнышко я постоянно щурюсь лучше смотрите какие у нас тут улицы красивые вот легкий сегодня практика вчера началась социальная практика они делают от предмета религион и она должна проходить была в детском саду в доме при старелых в школе но в каких-то таких социальных организациях ну вот леон написал пару повербангов так это что такое резюме разослала ему пришло приглашение на работу в его школе в его начальной школе где он учился раньше вот во-первых это недалеко от дома да и во-вторых это недалеко от дома то есть не нужно тратить время на дорогу но и все-таки школа как мне кажется интереснее чем садик потому что в садике детки еще маленькие и подростку ну зная леона что он как-то маленьких детей вообще недолюбливает а со школьниками ну ему проще будет найти общий язык какие-то общие интересы ну и вот он вчера рассказывал что как все за него борется кто пойдет с леоном кто будет играть с леоном в общем дети его вчера облепили он сам был в шоке он такого не ожидал ну и чувствует себя там прекрасно короче нужным его все хвалят то что леону надо вот и нужно будет писать имберихт то есть вести дневник по практике но когда я училась в колледже мы тоже такой дневник вот и он будет его делать в в электронном виде насколько я поняла потому что я вчера хотела ему купить тетрадь папку он сказал мама мне ничего не надо я это буду делать в электронном виде вот так здесь интересно вот про практику рассказала я всю эту неделю работаю не знаю как записывать не записывать влоги чувствую себя неплохо но локоть у меня также болит ребята я сегодня пыталась поставить термин картопеду чтобы руку свою проверить мне просто нужно сделать либо рентген либо узи либо мрт ну что врач скажет да ну какой-то контроль должен быть ну какая-то проверка какая-то диагностика потому что непонятно мне вот лиля по моему написала что это может быть теннисная рука ну то есть так диагноз называется простонародье да ну тогда я должна этой рукой что-то делать и от этого она мне должна болеть а я этой рукой то есть я и левша и правша одновременно то есть у меня нагрузка идет на обе руки одинаково и такой нагрузки чтобы она у меня каждый день одна и та же как вот допустим люди в теннис играют или те которые на кассе работают да они одной и той же рукой каждый день что-то делают вот у меня такой нагрузки к счастью нету поэтому я не знаю с чего у меня вот это вот вообще все началось я бы хотела реально проконсультироваться с врачом но первый термин в общем первый праксис я позвонила мне хотели поставить термин 20 январь так февраль нет обманываю в марте в середине марта я говорю хорошо сейчас я позвоню в другой праксис там мне хотели поставить 23 сегодня 7 февраля короче 20 числа я только лишь попаду к ортопеду вот ну до этого времени что будем терпеть я не знаю можно мне делать массаж не можно можно делать растяжку или лучше оставить руку в покое вот без понятия так ну я бы успела конечно но я с вами заболталась ну ладно вот сейчас все равно поворачивает так что термин поставила буду ждать пока ничего делать не будет но рука болит ужасно особенно когда я забуду что у меня рука больная и я хочу открыть какую-нибудь тяжелую дверь или хочу взять палету с напитками вот вчера я взяла это резкая такая адская боль до слез как будто там что-то рвется и я вот стараюсь беречь эту руку ну если рука не болит в обычном состоянии болит только когда когда ты что-то дернешь этой рукой но она забывается ребята вот так что вот такие вот дела сейчас приеду буду готовить плов морковки у меня очень много ее нужно использовать пока она не пропала и вообще я подсела на морковку и заметила ой смотрите как солнышко красиво там прям в промежуточке где-то светит ой красота подсела на морковку я ее начала кушать просто так уже без ничего вот хотела сделать салат с майонезиком с чесночком но у меня нет дома майонеза я уже который день забываю а сейчас думаю сделаю себе плов ну нам с Леоном все ингредиенты у меня есть так что сейчас приеду домой и буду пловик варить вот вы в курсе всех наших новостей у нас как видите ничего не произошло больше только что солнышко вышло вчера я ездила закупаться опять цены бешеные ребята я не знаю куда растет и когда остановится говорят что мясо в литле кажется остановится цена или станет меньше вот я еще не заезжала не смотрела надо посмотреть а вы заезжали уже правда меньше цена стала или нет ладненько все практически я приехала домой всех люблю всех целую ваша Вика хрупкая вам такое небольшое от меня приветик желаю всем крепкого здоровья и отличного настроения пока пока